Когда долго лежит, он немножко трамбовывается. Для того, чтобы он у нас тек, а кинетический песок можно назвать текучи, он течет, а не светится, мы его активно-активно разминаем, тем самым делаем разминку зарядку нашего пальчика. Нам нужно создать сказочную атмосферу. Сегодня с нами путешествие отправится очень-очень забавным человеком. Рисую я на пальчиках ласки, носик и рожки. Человечек у нас пока без эмоций. Глазки, точки, носик тоже ничем не привлекательный. В очень-очень далекой стране жил был один очень одинокий человек. Посмотрю на него. Видите, он не улыбается, он не плачет. У него нет никаких ростов. Жил он в песчаной пещере. Закапываю свою ручку, закапываю. Здесь очень важно, чтобы ребенок обращал внимание на свои ощущения. Здесь обычно я спрашиваю. Йоню, какой песочек у тебя? Холодный или теплый? Что чувствует твоя ручка? Холодно. Тема, он шашавый или варх? Шашавый. Шашавый. Нужно, чтобы ребенок четко понимал, где находится его рука. Чтобы все его сознание было направо и туда-вниз. Так, темно. Перемешиваю. Плементы сало-массажа. Так темно и холодно, Что изредка он ощупывал свои пальцы и ноги. Лукин и туловичи. Тем самым он понимал, что они у него все-таки существуют. Шевелите потихонечку своими пальчиками. Чувствуете, как они шевелятся? Йоня, чувствуешь, как песок проникает между пальцами? Да. А у тебя тёмно проникает. Он никогда не испытывал никаких эмоций. Он не умел радоваться, потому что не с кем было играть. Он не умел злиться, потому что ему просто не на кого было злиться. Он не умел грустить, потому что никто не научил это. И вот однажды, лёжа в своей песчаной кровати, к нему пришла мудрая мысль. Одинокий человек решил выйти из своего песчаного жилья и посмотреть, что же там случилось. Шаг за шагом он выбирался потихонечку на пастыне, шевеляя всеми пальчиками. Выбирался из неё до тех пор, пока не оказался на огромных полетах. Сначала он ушёл через большой, опустой охотник. Потом сам не заметил, как поле сменилось и стремился. Одинокий человек ходил вокруг деревьев, вдыхая аромат еловых шишек. Вокруг деревьев, слушая, как они шелестят свои. «Ку-ку-ку!» «Что это?» – спросил он. Он поднял брови. И, да, посмотрите, он поднял брови. Его рот слегка приоткрылся. И вдруг он догадался, что это было удивление. Он взял его с собой и положил в себе гнушок. Шел он с этим податом и не заметил, как перед ним оказался настоящий водопад. Он долго не решался сделать шаг и войти в воду. Но вдруг он закрыл глазки и почувствовал, что на него что-то падает. «Ура!» – крикнул он, догадавшись, что это была смелость. Он взял смелость с собой и пошел дальше. Шел он, шел и не заметил, как перед ним, словно из ниоткуда. Выросла большая-большая. Ага, вот свет. Он взял любопытство с собой и пошел вверх к горе. Стануемся пальчиками на мячик. Пытаемся на нем, как нашай, дойти до самой вертушке. Любопытство падало, его терял, но спускался вниз и поднимал его опять. И вот, наконец, он добрался до самой верхушки, не успев отвернуться по сторонам, как почувствовал, что что-то давит на него сверху, и он медленно опускается вниз. Дай ему сам дашь. Внизу его ждала самая настоящая груза. Он не хотел ее сначала брать с собой, потому что она ему не понравилась с самого начала. Но одинокий человек понял, что если он ее не возьмет с собой, он никогда не отправился дальше. И тогда он со всей силы надавил ее. И в этот момент, и в этот момент случилось волшебство. Уголки его так понялись, маски расширились, и он понял, что это настоящая ценность, которую можно найти. Это была его настоящая радость. на него, что же нет. И собрал человек все свои эмоции. И думает, что же мне с этим добром делать дальше. И вдруг кто-то тоненьким-тоненьким голоском пропищал, поделись со мной, поделись со мной. Посмотрел по сторонам наш одинокий человек И понял, что это была его дружба И никакой не одинокий человек А настоящий-настоящий, самый-самый счастливый Потому что у него есть все И радость, и печаль, и грусть, и дружба И любопытство, и интерес А это самое ценное, что есть у людей в мире